всем привет на канале верность тв и сегодня будем мы снимать все подряд то есть вы просто побываете сегодня в приюте и посмотрите что здесь творится обычный день в приюте вот я сегодня встал утром и пошел обходить владение маркиза де карабаса верность вот и я смотрю что же у нас в наших владениях в царстве государства нашим за семью моря 5 9 горами там этого падают что тут творится выхожу здесь беда просто озеро ниоткуда вдруг появилась вот это вот электрозабор вот это вот табличка гласит о том что он под током только он не под током его часть нижняя отключена и сейчас это скоро начнется проблема то что когда собачки просекут о том что два нижних провода отключены тихонько чтобы никто не слышал вот и они начнут делать подкопы ну не в воде понятное дело а за водой вот там если на стол посмотреть круги идут это рыба клюет но это сейчас из-за того что провода отключены если провода включить просто она успенится в общем смысл в чем заключается провода отключены ситуация мега опасная как его сказать наплыв животных может произойти моментально в деревню то есть подкоп и они вышли значит нужно что нам срочно сделать нам нужно обратиться к волонтерам из-за того что у нас рук своих не хватает сил не хватает то что я уже по запарке начинают давать собаку и не записываю телефон и потом получается неприятности и тому подобное нужно немножко отдыхать и мне тоже вот нужно чтобы убрать это озеро прокопать отсюда вот траншею и запустить и и вот сюда хотите называйте это траншея канализация канава арык не знаю кто еще что придумать но нужно сделать ямку в виде полоски в земле чтобы по этой ямке стекла вода вот туда там она никому мешать не будет вот в принципе что тут у нас еще по владением а работа есть и просто дон этой работаю все желающие кто хочет поучаствовать в жизни приют и чем-то помочь приюту пожалуйста вот лежит куча дров сейчас на территорию зайти ну заехать транспортом проблематично потому что если этот транспорт сюда заедет на территорию то он уже больше отсюда не вылезет наверно до июня или июля месяца вон там над крышей труба которая наполовину отгорела то есть она за зиму себя исчерпала но из нее валит дым то есть печка работает то есть в эту печку чтобы она продолжала дымить нужны дрова вот эти вот дрова у нас имеются сейчас на территории вчера еще машина слава богу спасибо людям добрым провезли так нужно вот эти дрова перекинуть хотя бы часть какую-то суда на вот эту территорию где нормальная дорога подъезжает техника мы его грузим и перевозим поближе к печке вот едем дальше хочется обратить внимание на вот эту дорогу то есть вот это вот дорога мы начали ее делать тут видно что кучи лежат в мешках это тоже бой различный каменный там куча шифер и тому подобное потом приедет трактор и будет раскатывать и по вот этой дороге которая сейчас еду да если на ней техника зашла влипло то это надо до конца мая в лучшем случае то сейчас она чуть-чуть подсох но тем не менее если по ней пробовать ездить уже не пройдешь вот здесь вот опять же если у кого есть желание по волонтерничать скажем так но оказать приюту руками помощь то работы конечно много пришла весна снег стаял вот эти дрова лежат как попало их можно просто собрать в кучу чтобы можно было удобнее брать или поближе сюда к ферме то есть хотя бы вот на это место подтянуть это тоже все нужны руки и это все требует времени то есть здесь не один человек нужен здесь нужна целая армия волонтер основная вся территория на практически загажена здесь очень грязно кругом куча мусора и и наших рук на это точно никогда не хватит мы не можем выбрать времени на это потому что у нас и так работы хватает уже той которая ежедневно необходимо для питомцев нашего приюта но как бы навести порядочек бы не мешало дело то что здесь вот кругом вот этот вот мусор вот это то что осталось от бывших зданий и тому подобное вот это вот все это нужно постепенно как-то хотя был в одну кучу собрать и более-менее навести порядок вот этот шифер по убирать деревья эти по пасность ну по собрать в кучу то есть какой-то порядок навести есть еще одна работа которая очень важна и очень нужна для приюта я объясню что это ну если вы посмотрите на вот эти деревья в высокие да вот рядом стоят и они вдоль того забора здесь хухло бывают очень сильные ветра ракита не очень крепкое дерево если вот это дерево упадет на забор то штук 200 собак залпом выйдут за территорию вот вот эти вот деревья очень жалко их обрезать очень жалко вообще трогать но вот эти ближайшие деревья макушки придется подпиливать и для этого тоже нужны люди которые могут это сделать вот там на самим на самом дальнем краю и вот на территории наших деревья которые растут то есть с двух сторон макушки придется обрезать чтобы снизить риск вот такого вот дела мне очень не хочется это делать но целью безопасности придется это сделать я люблю природу и вообще за каждое дерево которое здесь растущего от растет она я не даю его пилить просто но вот это вот уже не наша работа как бы то есть мы приехали на этом участке валялись эти бревна различные тут видно мусор и все остальное нам постоянно нужна плитка у многих дома или в магазинах где продают плитку остаются остатки сколы брак и тому подобное вот эти все вещи нам постоянно нужны посмотрите какую красоту мы делаем из этих кусочков и чему это все приводит сейчас наблюдайте картину какая красота какие-то на то теплые мы запускаем новую моду в городе я знаю что уже многие начали повторять наш опыт и именно делают из разных кусков плитки это считается престижным теперь мы запустили новую моду в городе я этим горжусь честное слово вот но это сделано сейчас прихожая нашей больнички почему потому что мы в ближайшее время хотим запустить новую программу по стерилизации где люди смогут привозить нам на стерилизацию собак по записи наш врачик будет стерилизовать и можно будет оставить на стационар то есть это делается для того чтобы многим людям которые не имеют такой возможности дома ухаживать за послеоперационным животным этого можно будет сделать здесь все вот это вот такая у нас прихожая дальше пойдемте хочу вам показать вот на этом месте вы сейчас видите сколько песка засыпано на этой территории это человек один двумя ведрами засыпал вот эту территорию родил мой брат вот сейчас есть куча еще песка которые рядом отсюда вот эту кучу нужно просто снять один пролет однозаборе эту кучу занести на территорию рассыпать то есть песком почему потому что ну надо приводить все в порядок еще работа эти трубы нужно вот на том участке поставить дополнительный забор над фермой то есть еще отгородить одну территорию установка столбов под забор это тоже очень-очень нужно то есть расширение территории вот лежат плиты это теплые плиты которые утепленные с этих плит нужно построить здание дополнительно одно это будет домик для рентген аппарата второе это либо амбар какой-то либо еще какой-то либо дополнительный дом для персонала который здесь будет находиться и тому подобное то есть выстроить помещение из этого собрать в кучу там уже найдем решение вопроса что в этом помещении будет находиться ко всем кто знает что вот это такое обращаюсь кто может помочь вот этим огромное спасибо заранее с тем кто не знает что это такое объявляя это солома она нам вот так вот постоянно нужно прошлом году мы очень старались успеть засыпать эту площадку песком почему потому что мы знаем что такое территория приюта когда сходит снег сейчас на этой территории очень удобно производить уборку этого именно позволяет нам это делать вот этот вот песок у людей готовых нам помочь и у которых есть возможность оказать нам помощь песком обращаюсь что принимаем в неограниченном количестве потому что есть места еще не засыпанные где слой маленький и есть места которые вообще не просыпаны еще территория большая и не только это песок постоянно требуется принимаем в неограниченных количествах вот желательно крупный зернистый крупный песок без глины нужен вот такая вот помощь нужно на этой территории для поддержания этой территории в надлежащем состоянии постоянно нужен инвентарь то бишь нужны грабли такие вот меленькие легкие которые могут солому собрать с территории и тому подобное нужны волонтеры которые могут сюда прийти и програбить ее в реальном смысле слова програбить кухня уже находится в таком состоянии что пора ее строить новую то есть как бы вот этот вот пожароопасный ее вид это во первых она в любой момент может пыхнуть уже как бы она под износилась и пора ее переделывать по прогорели ванны местами ну и очень она неудобно для поддержания ее в чистоте то есть я сейчас покажу эти ванны так ну вот можно посмотреть в каком состоянии сейчас ванна то есть это уже пожароопасно листы прогорели нужно переделывать здесь с той стороны уже просто вот что творится то есть это прогорел эта ванна тоже на подходе трубы в прошлом году поменяли стенки прогорели менять нужно переделывать а это опять руки опять материал это все время и тому подобное то есть мы не можем за все схватиться ну вообще пора уже строить новую кухню почему потому что нужен какой-то минимальный амбар чтобы можно было хранить охранить крупы не давая возможности крысам туда гадить и тому подобное то есть чтобы ведрами не таскать неизвестно откуда воду наполняя ванны и тому подобное то есть ну нужна грамотная кухня лаки иди ко мне лаки иди ко мне делать моя девочка хорош лаки сегодня хорошее настроение лаки сегодня лаки молодец иди ко мне лаки сегодня классное настроение она готова поиграть но сегодня она пошла в свой свой вольер охранять миску короче говоря лаки постепенно отвоевала территорию освоилась и пришлось открыть два вольера почему потому что она посчитала что у нее должно быть двухквартирное до проживания и поэтому это вот два вольера короче до территории вот дальше этого пятачка она особо пока не выходит на это уже большое достижение поэтому для хозяев лаки мы передаем привет говорим что у лаки делась на весеннем уровне вот так вот хочу сказать одно что работы здесь приюте постоянно много и постоянно требуется волонтеры как начать это волонтерское движение мы еще не знаем просто желающие помочь звоните 8 905 160 26 91 будем договариваться когда можно приехать подбирать работу под погоду под наши возможности под материал строительный там или инвентарь и будем как-то пробовать наводить порядок в приюте да вот хотя бы камни по улице валяются их кучу собрать потом из них можно тот же пруд обложить или еще что-то в в этом родине до работы хватает с рук не хватает трубка хватает на этом все пока